Доброе утро, мои дорогие друзья! Ну что, у нас очередной день в Сочи, а я вот только проснулась, лохматая, еще немножечко опухшая. Ну, опухаю я тут, конечно же, из-за того, что питаюсь всякое не очень хорошо, пью всякое не очень хорошее и полезное, ну и, конечно же, это влажность. От влажности у меня всегда опухают ноги. Вот так вот начинается наше утро. Каждый день погода радует. Это Дендрарий, мы, так сказать, в него и не сходили, но на днях планируем туда забежать. Короче, красотища! Что у нас сегодня по планам? Честно, мы прекратили особо планировать наши дни. Почему мы перестали планировать? Да потому что прогнозаторы по погоде говорят, что такси-бег, такси-бег, будет дождь, будет ливень, будет шторм, будет смерч, все подряд. Но, слава Богу, что все эти катаклизмы обходят нас стороной. И вот уже, как бы, второй день мы видим, что на улице жара, дождя никакого нет. И можно спокойно идти загорать на пляже. Я жду, когда проснется Сашечка, чтобы погнать туда и уже захватить солнышко. Кстати, утро мое начинается с воды с лимоном. Стараюсь хоть как-то восстанавливать свой организм. После этого питания пьем мы тут и кушаем вообще. Ну, для меня это что попало, потому что в основном я стараюсь с белком и клетчаткой, а здесь у меня идет тесто, тесто, тесто и немножко мяса. Приеду, буду восстанавливать свою форму и желудочек. Короче, что, пойду я будить сейчас Сашу. В конце концов, что спать? Что, в отпуске спать, правильно? И погоним в Адлер. У-у-у! Искать новый пляж. Вдоль побережья Черного моря расположено очень-очень много пляжей. Сейчас я вам покажу. Поэтому, если вы отправляетесь из Сочи до Адлера и увидите какой-нибудь интересующий ваш пляжик, можете выходить на остановочки и кайфовать. Сейчас я вам покажу эти пляжики. Ну, конечно же, не все, лишь часть. Они достаточно простые, там есть лежачки. Думаю, что они коммерческие, безусловно, потому что какой-то уход за ними очевидно ведут. Вот, смотрите. Ну, короче, какая-то страшная штука. О-о-о! Опа! Смотрите, вот они, эти пляжики. Ну, предполагаю, что это бесплатные. А вот, где и шезонги, думаю, что стоит какой-нибудь охранник и, наверное, какую-то символическую стоимость в них берет. Внимание, что между городами Туапсе, Сочи... Вон лежаки есть. Начинается курсинг. Здесь вообще пляж, все стоит. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. Для открытия двери вашего... Ну, что, мы приехали в Адлер и вообще цель наша была это пляж Мандарин. Но мы до него не добрались. Устали идти, что-то поздно вышли. И вот, значит, как только вышли на побережье, обнаружили пляжик, который называется Южное Взморье. Вот он. Сейчас вам его порадемонстрирую. Это, значит, пляж, который находится на территории санатория. Южное Взморье называется. Вот так вот он выглядит. Он разделен на несколько секторов. Вот это сектор Ф или это сектор Е. Не знаю. Сейчас, короче, посмотрим. Он частный, можно даже так его вызвать, на платной основе. Есть, как бы, душики, есть переодевалки, достаточно широкая береговая линия. Вот они еще переодевашки. Если говорить про цены, то вот Южное Взморье называется санаторий и также называется пляж. Что говорить по стоимости? ВИП это АЕ стоимость 1000 рублей, сектор Ф 500 рублей. Мы заплатили за два шезлонга, зонт, матрасики и столик всего лишь 800 рублей. Вот так вот. Хотя там написано за 500. Так что нам повезло. Так, сейчас быстренько пройдемся и я вам покажу, как выглядит сектор сектор Ф. Это вот все сектор А и Е, тот самый ВИП, хотя он ничем не отличается от сектора Ф, где отдыхали мы. Вот так вот выглядит сектор А и Е, а вот это уже начинается сектор Ф, который стоит 500 рублей. Ну, короче, разницы вообще никакой абсолютно. Ну, и вот, да, территория собственно вот этого отельчика. Как вы видите, что на территории есть также бунгало, есть шезлонги. Сзади тут летает, тут рядом аэропорт. еще разочек. Здесь есть шезлонги, здесь есть бунгало, где вы сможете отдохнуть. Ну, собственно, зонтики, столики, все, что необходимо для комфортного отдыха здесь присутствует. Стоимость действительно демократичная, поэтому, ну, как для разнообразия хороший вариант. Это сектор Е. у него достаточно широкая береговая линия, есть тропинки, да, деревянные, по которым вы можете комфортно ходить. Здесь вот такая галечка, очень мелкая, вы можете ходить босиком. Есть волнорез, да, что как бы приостанавливает волну. Покажу вам море, оно сегодня бушуйное, уже оно как три дня достаточно такое бешеное, я бы даже сказала, но все равно красиво. Вау, видали, да? Как волна разбивается, волнорез. Вау, дошла до меня. Ну что, сейчас я хочу с вами просто поделиться своим впечатлением. Прямо пряж, в общем, нормальный. За 400 рублей от двоих мы отдали 800, в принципе, приемлемо. что мы получили за эти 800 рублей. Мы получили столик, шезлонг, два шезлонга, два матраса и зонды. Вот. Ну как бы по поводу матрасов не вообще на них все равно, я уже об этом неоднократно говорила. в целом, короче, пляж сам по себе чистый, он ухоженный, потому что он находится при санатории, он частный и с двух сторон сидит охрана, которая контролирует, чтобы не заходили люди с пивом или другими спортными напитками. И на территории тоже нельзя курить. Ну, короче, это прям такой вот частный-частный пляжик, где все под контролем, ну, никаких вкус, никакой музыки здесь нет. Сейчас смотрю, пойду потом гулять, покажу вам. Тут прям есть парк, где, ну, как бы можно так же посидеть, отдохнуть. Смечу, наверное, то, что у этого пляжа очень такие маленькие камушки, галечка, да, такая прям приятная, по ней можно ходить и можете не переживать, что вы ноги собьете или еще что-то. Кстати, я даже могла здесь купаться без шлепок, что не скажешь по поводу других пляж, по которым мы были. Вот, потому что вообще можно спокойно, да, забежать в водичку. Очень мелко, сейчас покажу. Вот такой вот тут песочек. Да, по нему прям можно босиком вообще спокойно ходить, бегать, прыгать. Вот, а здесь, естественно, на территории самой вот этого пляжа вы не купите, не покушать, не попить, ничего. Поэтому, но если вы пройдете вправо, то там вы сможете приобрести, ну, как бы какую-нибудь еду и принести сюда, кроме, естественно, алкоголя. Вот, алкоголь нельзя, это только за территорией. Вот он, сам санаторий. Это их территория частная, мини-набережная, где они тусуются, гуляют. Даже фонтан свой есть. Ну, а вот он, весь их пляж. Вот еще, да, с другой стороны. Это все этот пляж. Южное взморье. Вот пост охраны, как я вам говорила. Еще очень важно, чтобы я хотела отметить, здесь рядом с этим санаторием находится пляж Огонек. Вот, стоимость, короче, на 100-200 рублей ниже, но я реально вам рекомендую, короче, не сэкономить и лучше сходить на вот этот пляж Южное взморье, потому что там, ну, как бы, посимпетичнее, поуютнее, реально, а здесь прям, ну, мне некомфортно, если честно, поэтому, но, знаете, да, здесь есть городской пляж, под названием Огонек и сейчас устроим по нему прогулочку. Есть развлекаловки всякие, батутики вот такие, есть и различные кафешки, переодевалки, но он, кажется, вроде бы немножечко, ну, как немножечко, попроще. А так как это городской пляж, то вход бесплатный. а вот шезлонги и бунгало, они, конечно же, платные, но вот стоимость я еще не смогла найти. Надо, наверное, у кого-нибудь уточнить. но здесь такое море, знаете, прям открытое-открытое. Вообще нету этих волнорезов, ну, качели даже есть. Но я еще раз повторюсь, это очень такой скромный пляж. Вот это вот вообще, наверное, випочка. конечно, городской пляж, он и в Африке городской. Единственный плюс, это цены здесь, конечно, намного-намного ниже, чем в центре. И это радует. Знаете, тут сэкономил 50 рублей, там сэкономил 100 рублей, и в итоге за день можно так на 2 тысячи наэкономить. Короче, я узнала, как тут работает схема на городском пляже Огонек. Вы просто садитесь, и к вам подходит чувачок и просит денежку. Стоимость шезлонга 300 рублей, и еще отдельно зонт оплачивается непонятно сколько. Чтобы вы понимали, мы с Сашей заплатили 800 рублей за 2 шезлонга, матраса, зонт и столик. Прикиньте, а здесь только один шезлонг 300 рублей, и территория, ну, короче, такая себе чья. Я купила себе вот такой арбуз за 100 рублей, где в центре продают за 150. То есть в Бадлере все на порядок дешевле. Приятненько, приятненько. Так, еще раз скажу, как только вы спускаетесь с парка вниз, по правую сторону у вас будет пляж Огонек. Пляж скромный, сразу скажу, но если у вас цель позагорать, посмотреть на море, в принципе, почему бы и нет. Есть туалеты, есть душевые, есть переодевалки, все, что вам необходимо. Короче, мы очень давно охотимся за шоурумой. на этой набережной есть рестик волна и мы взяли шоуруму. Посмотрите, каким она размером. Это жесть. Сейчас я уже ее откусила. Мне очень понравилось. Самая обычная, самая простая в овощи. Пожалуйста. Курочка. Очень вкусно. Стоимость 200 рублей. Единственное, нас возмутило, потому что это кафешка и они там ну все, ты можешь там покушать безусловно, но шоуруму там кушать нельзя. Они сказали, простите, но у нас шоуруму только на вынос. Мы только не поняли, о чем это связано, но она вкусная. Захотите сильно шоуруму на городском пляже Огонек в Адвере, можно ее приобрести вот в этом заведении. Кафе-бар, где как раз таки мы взяли эту шоуруму. И вот там вот окошечко, в котором делают. Знаете, что мне понравилось больше всего в этой шоурме? То, что здесь обычная морковка, обычные абсолютно овощи, без всяких непонятных штук. Любят же всякую фигню ссувать. Я вообще люблю все, что было по классике. Если шоурма то с обычным майонезом, никакие там нечисночные эти. Вот. Она реально очень большая, очень сочная. Здесь есть лучок, все так крупно порезано, то есть ты прям все хорошо чувствуешь. Морковку, чувствуешь огурчик, помидорчик, все ты чувствуешь. Очень вкусно. Реально. все хрустит, мясо тоже вкусное. Молодец. А еще нравится, что она прожаренная. Смотрите, какой лук. ты реально откусываешь и ты чувствуешь каждый ингредиент, каждый. Я не знаю, сколько она, килограмм, наверное. Но кажется, я все съем. Ладно, худеть начнем потом. Ну, чтобы вы понимали, мои щеки уже в кадр, походу, скоро не поместятся, а я все съела. Вот это, кстати, все еще пляж Огонек. Он очень-очень длинный, в конце концов, если вы не хотите в принципе тратить денежки на пляжи, на шезлонги, у вас есть какие-то, не знаю, свои собственные полотенца с собой, либо подстилочки специальные, то вы, конечно же, можете сюда прийти бесплатно и тут покайфовать, проводить закат с бутылочкой и с бутылочкой вина вкусным каким-нибудь сырком, да, то есть, можно организовать хороший, прекрасный вечерок. Так что, знайте, есть свои и плюсы, и минусы в таких городских пляжах. Дорогие мои, ну что, наш день подходит к концу, а это значит, что мне пора завершать съемку. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их под этим видео, я всем-всем отвечу. Ну и очень надеюсь, что вам понравился такой формат видео, где я рассказала сразу про два пляжа, а еще поела вместе с вами вкуснейшую шаурму. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я буду всем очень сильно рада, люблю, целую, обнимаю. Пока-пока!